Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Красиво, когда они все вот так подернулись в зеленой дымочке. Правда, раньше это было, на три недели раньше, что делать? Настроение поднимается немножко. Поднимается настроение. И к тому же, как бы вот... Ну, обещают синоптики, что наконец-таки, наконец-таки, видимо, нашли средства в бюджете и оплатят лето нам. И будет у нас лето в этом году. В каком бюджете? Не знаю, наверное, состоящем в небесной канцелярии. В небесной канцелярии, да, там и тоже дефицит, не только у нас. Очень бы не хотелось, чтобы и без лета мы еще остались. Надеемся на лучшее. Что касается нашей сегодняшней программы, то, как обычно, два часа мы будем с вами. Во втором части у нас будет достаточно многолюдно. Мы будем говорить о том, что очень скоро в Кирове... Ну, как очень скоро, в июле. Через полтора месяца. В середине июля, да, состоится второй уже общегородской баркемп. Такой молодежный, познавательно-научный лагерь. Научно-познавательный, там не знаю, как еще назвать, лагерь под открытым небом. Очень хорошее мероприятие. В том году, по крайней мере, оно было очень-очень хорошо. А в прошлом году оно было в июне как раз-таки? Оно было 17-го, 18-го, 19-го. Да, оно было 17-го, 18-го. И тут зависит все, ну, как бы мы уж об этом будем говорить, зависит от... Дело в том, что главный-то баркемп проходит в Сыктывкаре, под Сыктывкаром, да. Поэтому, как бы, мы немножко зависим от того, как будет дело у них там, у наших северных соседей. А общаться мы будем на эту тему с организаторами непосредственно баркемпа. Артур Абашев и Дарья Ананева. Еще к нам придет Михаил Шевелев, учритель журнала «Товар. Деньги. Товар». Тоже непосредственный организатор. Ну, в том году, по крайней мере, мы организовали все это вместе. Ну, а наша первая тема, я хочу все-таки сейчас озвучить опрос, который есть на нашем сайте хакирова.ру, на нашей странице ВКонтакте. Уже будет примерно понятно, о чем мы будем говорить. Качество водопроводной воды вас устраивает, не устраивает? А, у меня нет водопровода. У меня нет водопровода. Я вижу ответы, да, третий вариант. То есть колодец какая-то, скважина, возможно. Ну, смотрите, вот предварительные результаты не устраивает. 74% за этот вариант ответа на нашей странице ВКонтакте. И 53% не устраивает. Вариант выбрали на нашем сайте хакирова.ру. Проблема, на самом деле, существует с качеством питьевой воды, с ее доступностью, с ее наличием. Вот я только обратил внимание, не только водопроводной, потому что это вот часть потока вот этого, водопроводная вода. Очень многие люди, на самом деле, те, кто живут за городом, они уже водопроводом не пользуются, да? То есть у них свои скважины. Они счастливчики. Ну, как тебе сказать, это тоже еще под вопросом все. Хотя там тоже можно промахнуться, да? Там у нас вообще, насколько я помню ситуацию, вот с водами в Кировской области довольно сложно, потому что вот такое чисто геологически, геологически она у нас загрязнена. Там у нас и железа много, и чего-то еще там, бора, по-моему, много. Везде по-разному, да? То есть как таковая вода вот эта из подземных источников, она вовсе не говорит о том, что она чистая и кристальная. И по мнению некоторых экспертов, ситуация будет только усугубляться в ближайшее время, если не предпринимать каких-то там специальных мер. Да, то есть что-то, безусловно, нужно с этим делать, потому что, сам знаешь, человек на сколько процентов из воды состоит? На 80. На 80, да. То есть вот, соответственно, если... Да, мы родня с огурцами, если вот это вот 80% наши будут не совсем качественные, то и мы, соответственно, будем тоже немножко такие с душком. Да, все эти вопросы обсуждались на конференции под названием «Обеспечение питьевой водой города Кирова. Экология, здоровье и предпринимательство». Эта конференция прошла еще в апреле на базе медицинского университета. И тогда, накануне этой конференции, и вторая конференция, которая у нас на базе опорного вуза, состоялась тогда в апреле, мы анонсировали это мероприятие, был такой очень интересный разговор. И сегодня в вопросах водоснабжения мы пригласили в нашу студию разобраться Александра Смирнова, это замдиректора компании «Эра Водолея». Александр Боисович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы участвовали, да, в этой конференции. Да, участвую. Вы высказывались, там много очень какой информации прозвучало. Но вот на ваш экспертный взгляд, ситуация с качеством и доступностью питьевой воды нормальной, пригодной для потребления, она ухудшается в нашем городе? Ну, как показывает статистика управления Роспилотнадзора по Кировской области, за последние три года тенденция к ухудшению явно наблюдается, и все хуже и хуже. Несмотря на то, что система водоканала принимает определенные меры по улучшению подготовки воды, вводит новые технологии. Но, тем не менее, самый большой груз, самый большой – это наши городские сети и домовые трубы. Там же своя жизнь. Возрасты есть по 50. А там в прямом смысле жизнь. Да, там на самом деле жизнь. И по 50 микроорганизмы, водоросли, постоянное вскрытие работниками водоканала. Туда же попадают и грязь, и шваки, и капли от сварки, и все, что хотите. И, естественно, бациллы все эти. Вот тенденция из доклада начальника управления, отдела, вернее, этого управления, говорит о том, что качество воды в городе Кирове неудовлетворительно бывает. То есть можно сказать так, что если бы не вся эта инфраструктура, не все эти трубы, то, в принципе, вода-то у нас ничего из реки Вятка. Как основного источника. Из реки Вятка, единственное, вот такие показатели. Все-таки есть соли жесткости, они временами меняются. Вот, допустим, в прошлом году был большой разлив воды, обрушение берегов, подмыв где-то грунта. У нас процентов где-то на 20 возросла жесткость воды. Вот, бывает, когда сильное... Наличие солей, да? Да, они придают вкус воде. Да, они не только воде вкус придают, они еще и такие последствия для организма некоторые имеют, да? Ну, и про последствия немножко, Николай Владимирович, попозже скажу. Вот. А вот такие показатели, как когда бывает большая вода в Кирово-Чепецке, азотом они там подмывают, вот это уже представляет опасность для организма. Вот у нас была большая вода, даже запрещали пользоваться для пищевых целей. Это было несколько лет назад, предупреждение. Но, тем не менее, подготовка ведется воды. Сейчас применен у них метод, уже чистым хвором не пользуется, более щадящий метод. Но, тем не менее, вот я... Мы знаем, там установка специальная. Да, гипохлорид, там называется, что когда эксплуатуется. Да, гипохлорид натрия обрабатывает, постоянным током воздействует и выделяется снова хвор, но уже более в щадящем режиме. Но, тем не менее, даже чисто хрустальную воду, чистоты вот такой, поместить в воду после очистных сооружений, все равно она придет такая, как есть. Официально заявляет Управление Роспреднадзора. Это после его как по трубам пройдет. Да, идет вторичное загрязнение. Если можно, я коротенько... Это, видимо, еще большая проблема. Да, в общем-то проблема... Дело в том, что, представь, у нас сколько километров сетей в городе? Сотни километров. Вот на конференции исполнитель и главный директор ККС Роман Лобанов заявил, что 20-25% трубы удалось заменить. Но у нас еще стало 75% труб, не считая внутридомовых труб, подводящих труб. Вот ККСовских домам, они же лежат десятки лет, причем металл имеет свойство ржаветь, окалина. Вот отсюда приходит в дом то, что и приходит. Ну, вода, естественно, соответствует хозяйственно-бытовому назначению. Вот, поэтому... То есть тут разница есть между питьевой водой и хозяйственно-бытовой, да? Большая разница есть. Для мытья, для уборки. Ну да. Хозяйственно-бытовое назначение имеется в виду. Я вот вам что хочу сказать. Допустим, есть такие данные, что человек потребляет в городской квартире, да и в загородном доме, в коттедже, лишь 1% воды, который идет для пищевых целей. Все остальное, грубо говоря, идет в унитаз. В канализацию. В канализацию. Задаемся вопросом, надо ли такие героические поступки, тратить миллиарды рублей денег, чтобы чистить воду до питьевой категории всю. И потом в эту же самую ржавую трубу ее загонять и опять доставлять потребителю. А, то есть вы считаете, что тут целесообразность, да, как-то хромает? Вот смотрите, европейские страны, они далеко не глупые люди, надеюсь, давно уже отказались от запуска питьевой воды в водопровод. Там воду пьют из бутылок после доочистки. А все остальное в карту идет. Принять душ, вымыть овощи, может быть. И то не перед подачей на стол, а перед чисткой, допустим, картофеля. Принять ванну, стеколы, мыть пол. Вот в основном полить растительность, газон и так далее. А внедрение водосчетчиков вообще, на ваш взгляд, оно не сказалось, что ли? В сторону увеличения экономии потребляемой воды. Счетчик, конечно, большой домок вовмеч висит над пользователем, конечно, заставляет считать деньги. Сейчас и сантехнические устройства позволяют, новые краны. Не надо крутить там ничего, просто нажал, где-то убаю воду, где-то пока зубы чистишь, например, можно перекрыть. Все это заставляет делать экономию. Но мы еще далеко, как вот, допустим, французы у меня, родственники есть. Он говорит, мы... Хорошо, французы родственники. Да. Вот они наливают в раковину воду, и пока пять человек не вымоет руки, он пробку не достает. А когда я ему рассказал, что мы принимаем ванну, и после каждого еще выливаем воду, он вообще сказал, это у вас какое-то расточительство. То есть вот условия диктуют образ жизни. Поэтому мы еще к этому не дошли. Но мы идем к этому. Тут же это огромный вопрос, это же изменение сознания, мировоззрения, более бережного отношения к тому, что у нас есть и чем мы можем пользоваться. Скорее всего, декларируем, что надо заставить человека экономить и так далее. И декларируем, если позволите, от количества потребляемой воды все-таки перейти плавно к качеству. Вот государство у нас декларирует, что надо принимать программы. На госсовете, значит, принимает ужесточение необходимости нормативов на воду, на совете по реализации национальных проектов. Но дальше принятие резолюции, постановления дела, это не идет. Понимаете, вот взять, допустим, наш город Киров. У нас сейчас идет большая программа по строительству водовода из Кумен, подземного озера, в город Киров. Александр Борисович, прошу прощения, у нас небольшая пауза. 30 секунд буквально, да, и на информацию вернемся как раз к водоводу. Про водовод побеседуем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мужской понедельник продолжается, ну а тема у нас, в общем-то, не просто мужская. Да, очень. Между прочим, она очень мужская, потому что как бы, ну вот, питьевая вода, мы уже говорили о том, да, ну, основа жизни, да, для мужчин тем более. Так что тема серьезная. А, понимаю, в каком направлении. Да, да. Обеспечение горожан питьевой водой назвать. Кстати, хочу вот, знаешь, что сказать, я люблю эту фразу, это Всемирная организация здравоохранения, в свое время на своем сайте, выложил на первой странице такую фразу, что есть ровно две вещи, которые гарантированно обеспечивают человеку здоровье. Это, во-первых, иммунизация, во-вторых, чистая вода. Все остальное не доказано, как они написали. Вот, поэтому вода, сам понимаешь, это уже половина нашего здоровья, в том числе и мужского. В общем, такой серьезной структуре, как ВОЗ, мы тут доверяем. Точно. Доверяем. Итак, да, Александр Смирнов, замдиректора компании «Равдалей», у нас в гостях, и мы как раз перешли к теме строящегося водовода. Сколько он уже строится? Уже несколько лет уже строится. Он строится с 2012 года. Окончание должно быть в 2015 году, судя. Должно было быть. В 2015-м пуск, но, как говорит замдиректора УКСа госполкома, из-за недостаточного финансирования продлили до 2018 года. Ну, это уже тоже не так долго. 5 миллиардов там изначально озвучивалось сумма. 4,3 миллиарда, да, миллиарда рублей. Миллиарда рублей. Миллиарда рублей. Меня больше вопрос вот какой задаюсь. Вот наши представители городской власти и об основе говорят, что вот спуском, значит, этого резервного водовода, а это является именно резервным, потому что в городе должно быть два источника водоснабжения, спуском, все решится хорошо. Но как решится? Вода придет в Корченкино, на чистые сооружения. И куда она пойдет снова? Опять в ту же трубу. А в эти же сети? Вот я и говорю про хрустальную воду. То есть эта хрустальная, можно сказать, родниковая вода из Кубена пойдет в те же наши сети, к этим водорослям, бактериям, да? Те же сети. И снова она будет подвергаться вторичному загрязнению. И вот в чем дело. Но и все время брать воду из подземных источников, вот круглый год, там на 100 тысяч кубов суточная может дать вода. А святки-то тоже будут брать. То есть предназначен этот водовод, скорее всего, для использования в экстренных ситуациях, вот типа, которые будут при большом разливе воды, Чапецкий фактор, чтоб не сказался. Вот, в принципе, для этого в основном он идет. Но никак не для улучшения качества воды кировчан. То есть получается, что... Только на какой-то период... Раз в год, предположим. Это резервный. На несколько дней мы сможем пользоваться этим резервным источником. А так зачем? Мы что, перекроем водозабор на Вятке, будем использовать эту воду родниковую с Кумен? Да и с другой стороны подумай, родниковая вода. Сколько мы... 99% мы сливаем в унитаз, да? То есть мы еще родниковую воду туда полить будем? То есть как-то это неэффективно, мне кажется. Сразу же вопрос возникает о, собственно, тоже целесообразности, да, вложения этих многомиллиардных. Нет, ну, с другой стороны, по закону, должен быть резервный источник. Понятно, что в итоге потекло у нас из кранов. Резерв-то у нас должен быть. Вот резерв они решили, потому что у нас источник еще есть водоснабжения Ленгасова из Быстрицы, но с Ленгасова уже в Киров не придет вода, это еще дольше тянуть. Но на пути между Корченкино, где водозабор у нас, и где очистные сооружения городские и Куменами, стоит ведь город Нововятск. Нововятский район, как сейчас он называется. Когда тот был городом, сейчас он Нововятский район. А там большая проблема с водоснабжением левобережной, значит, левой части этого... Это который от железной дороги туда, да? Да, слева там комбинатные дриплиты, там прочее, домостроение было и так далее. Если вот Нововятский механический завод несколько лет назад свои скважины все-таки нашел деньги, пробурил, и решил вопрос, значит, с улучшением качества воды... Но это в правой части получается. Да, в правой, где Нововятский механический завод, у них где-то в 20 километрах, 16-20 есть скважины, которые снабжают эту часть Нововятска. А вот левая часть Нововятска уже десятилетия обеспечиваются водой и скважин, которые сейчас существуют. Так, левая, правая, это улица Советская, которую разделяют? Да, улица Советская, вот туда, к берегу реки. К берегу реки. А там из доклада представителей управления Роспотребнадзора, ведь говорится, что вода в Нововятске не отвечает требованиям безопасности. Превышение каких-то? Превышение. Там интересное вещество есть, бор, химический элемент второго класса токсилогической опасности, на которой четко установлены нормативы ПДК, и они должны строго соблюдаться. Что у нас получается? У нас до восьми с лишним раз есть превышение. А в Нововятске, да? В Нововятске есть превышение. Это официальная данная? Это данная официальная. Ну вот мы сотни анализов делаем, воды по заявкам, допустим, собственников квартиры или загородных коттеджей, или предприятий. Мы же видим, на кредитованной лаборатории дают официальные анализы, и нас клиенты просят, сделайте мне что-то, чтобы я пил воду, которая соответствовала бы нормативам и безопасно для питья. А вот когда узнают люди о том, что с водой далеко у них не все в порядке, им как-то страшно становится? Ну, на какой-то период, да. И не все. Можно вопрос задать? Вот ты вообще, слушай, сказали слово «бор», да? Да. Вот, к примеру, пьешь воду с бором. Ты вообще знаешь, что с тобой может случиться? Я знаю, что мальчикам в армии... Или это байки? Это бром. Мальчикам в армии это бром дают, извините. Совсем другое. Извините. У бора такого эффекта, насколько я знаю, нет. Слушай, это вещество второго класса опасности. Ты об этом часто слышал? Максимально у нас первый класс опасности. Максимально это первый. Первый класс опасности. Там уже все. А во второго класса... Вот, к примеру, второго класса опасности я знаю точно. Это свинец. Свинец. То, что свинец ядовит, мы знаем все, да? Пары его и прочее. Да, да, да. Свинец. То есть внутренние органы садятся, в общем. Да, безусловно, садятся. Но дело-то в том, что ни ты об этом не знаешь, ни, условно говоря, большинство людей об этом не знают. Дело в том, что долгосрочное потребление вот этой воды с повышенным содержанием бора может привести к нарушению основных расстройств, значит, систем жизнеобеспеченных организмов. Вот у нас на конференции состоялся полемика с замглавой города Кирова, господином Аммонисимовым. Которого мы, кстати, пытались пригласить на исчез. Сегодня с графиком не совпало. Который вот в ответ мне заявил. Ну и что, говорит, мы десятилетиями эту воду пьем, и более того, даже жители и не хотят другой воды. Естественно, если из реки, из Вятки им дать воду, конечно, она совсем другого вкуса. Это же десятилетиями уже они к ней привыкли. Вкус у нее и хорошие воды. Но, тем не менее, они находятся в неведении, что они пьют. И те вот конференции, которые проходятся раз в год, там экологические публикации, значит, у нас Роспотребнадзора где-то раз в год или два раза иногда, они не доходят до основного потребителя. То есть население держится в неведении, что они пьют. Кто себя уважает, значит, берет, заказывает воду, допустим, водовоз возит или покупает, значит, хорошая у нас есть компания «Ключ здоровье». Прекрасная вода у него уже более 15 лет они занимаются. Но те, кто потребляет, тоже знают. Они себя ценят, заботятся о своем здоровье. И проблема таким образом решается. А как быть основным большому части населения? Ведь там таких средств у некоторых даже и нет, чтобы постоянно перейти на потребление покупной воды. А мы, кстати, не знаем, ведь объективные данные, сколько процентов не пользуются для питья водопроводной воды. А это никто не ведет. Никто не ведет. Вообще, наверное, трудно это выяснить. И что, погодите, вот с нововязком теперь я не понял. Там вода плохая. Как вот решить-то вопрос у них можно? Вот по нововязку решить вопрос можно или очищать воду на очистенных сооружениях практически за эти 30 лет с лишним. Так они и не смогли. И это очень затратный механизм, дорогостоящий. Ну, это специально обратноосматические установки промышленные. Причем еще сбор селективной смолой дополнительно будет делаться. С чем? Сбор селективный от смола такая, которая удаляет избыток бора. А, нейтрализует. Нейтрализует, да. Она связывает их, потом идет в канализацию. Но самая-то большая проблема. Установка обратноосматическая. Она же до 40% конденсата снова отдает воду в канализацию. Представляете, если там сотни тысяч кубов, они будут чистить. И этот бор пойдет обратно. И 40% вся концентрация со всеми солями, они соли жесткости будут удалять обратно. Пойдет снова, это опять экологическая будет катастрофа. То есть еще хуже будет. Второй способ, допустим, ну, поить жителей Нововянска привозной водой. Ну, допустим, город какие-то субсидии делает, ставят ключ здоровья и обеспечивают таким образом пить водой. Или любую другую. Третий способ, значит, можно поставить фильтр, как говорят, бытовой фильтр. Но не каждый фильтр эту функцию выполнит. То есть у нас неграмотность населения приводит к тому, что вот двуступенчатую обыкновенную полипропиленовую картридж с прессованным углем ставят. Все, у меня вода чистая. Но это полное невежество. Они сами себя обманывают. Само успокоение. Да, самую. Я вот пью чистую воду. Это вот равносильно тому, что бабушке, допустим, дорогой, дарят на 80-летие кувшин-фильтр. И говорят, на тебе, бабушка, на всю оставшуюся жизнь пей на здоровье. И бабушка, она всю оставшуюся жизнь пьет из этого кувшина. Пока вода проходит. Да, пока вода. И соседкам потом рассказывают, какую замечательную штуку подарили. Она вступает период, когда даже из этого кувшина и вода-то не проходит. Ну, вот она потрясет, потрясет. Ну, внуку позвонит. Ну, сделает. Внук отверткой поговорит. Самое страшное у нас, бытовых фильтров в городе тоже многие применяют. Но нет у нас дисциплины, значит, соблюдения инструкции. Культуры нет. Да, культуры нет. Культуры пользования нет. Культуральности нет, как у немцев. Вот эти же немцы, если ему написано, через три месяца сменит картридж, он через три месяца его сменит. Мы же лишены такой педантичности. Вот в чем дело. И использование старого картриджа, просроченного, вода становится в десятки раз хуже, чем из самого водопровода. Потому что там концентрация накапливается и все промывается. Поэтому вот у нас такая картина. По Нововятску еще я какой выход вижу. То есть бытовые фильтры неэффективны и очень дорогие. И в обслуживании это семьи Нововятские просто не потянут. Часто смена картриджей, они очень дорогая, это смова. А вот идет труба чистая вода из кумен. Через Нововятск. Через Нововятск. Что надо сделать? Нововятичи врезку делаете в эту трубу. Собственно, да. Вот как воду готовят? Ведь не из одной скважины. Она из десяти, из пятнадцати скважин собирается в одной емкости. Одновременно засасывается. Да. Вы берите ее, смешиваете в определенных пропорциях и доводите содержание вот этого элемента до ПДК. 0,5 миллиграмм на литр. Чистая вода из кумен доводит до кондиции воду, которая в Нововятске. И таким образом решается эта проблема. То есть можно взять вот эту Нововятскую воду, где превышение по Бору. Да. Смешать ее. Смешать ее. Довести. Разбавить. Разбавить, по-русски говоря. Разбавить. Разбавить, чтобы... Вот вам решение вопроса. На глаз разбавить или подкатавливать? Есть приборы. У нас прекрасно. Лаборатория в водоочистных сооружениях. Они каждые сутки берут несколько раз в день воду. Анализы они прекрасные. Специалисты по воде отличные. Поэтому довести им до кондиции и нужных требований ПДК не составит возможности. Но труба-то не запроектирована туда. Заход-то. Вот в чем дело. Она идет транзитом через Нововятск прямо на очистные сооружения. То есть вот этой проблемой никто толком-то и не занимается. То есть в принципе надо изменения в проект начать? Ну надо изменения в проект. Непонятно почему. Вот на конференции выступал начальник отдела санитарного надзора управления и сказала... Людмила Мальцева. Да, Людмила Мальцева. Мы ежегодно мутируем эту проблему. Нам заставляем, как бы понуждаем администрацию. Принимайте меры, принимайте меры. Ну нам отвечают. Денег нет. Ну вот программу по нормализации воды в Нововятске якобы на 2018 год. Но вот я хочу заметить, что вот такие отмашки на 2018 год. А что дальше? Вот в своем выступлении она тоже приводила, что вода в Ленгасово и в Дороничах на третьем и четвертом месте по качеству. Значит Киров, потом идет в Нововятске. В Кирове самая плохая, дальше в Нововятск, потом уже в Дороничи и Ленгасово. Все больше проблений именно в Кирове, но в Вовятске потом идет в Ленгасово и в Дороничи. Так вот в 2010 году была принята программа оптимизации водоснабжения Ленинского района. Все, вроде программа есть. А Ленгасово и Дороничи это Ленинский район? Да, Ленинский район. Там есть такое предприятие муниципальное МУП Ленгасово. Была программа, все сделано на бумаге. А палец о палец никто ничего не ударил. И в 2013 году, вот это же у нас городской голова. Ну тогда Вадыкин подписывал это постановление. Принимает такое решение Кировской городской думы. Нет, Вадыкин уже. Об отмене инвестиционной программы МУП Ленгасово. И формулировки-то какие? В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоправления Российской Федерации. ФЗ-131. Федеральным законом об основном регулировании тарифов. ФЗ-210. Вот соблюдение закона. Отменить эту программу. То есть программа разработана. Нет, через три года отменили. И ссылается на законы. А где же закон, который говорит о том, что... Вот у нас есть постановление правительства, номер 354 от 6 мая 2011 года. В котором четко сказано. Отклонение состава свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации технического регулирования не допускается. И принесаясь в действие этого состава, значит, потребители имеют право требовать компенсацию за некачественные услуги. Это как некачественные наказанные услуги получают. Вот это и бомба замедленного действия. Если на Авиатске вот массовое такое движение пойдет... Люди просто платить не будут. Так они имеют полное право не платить. Некачественные наказанные услуги, это Роспотребнадзор. Это 354 закон, вернее, постановление правительства, 354 от 6 мая 2011 года. Поэтому просто держать в неведении людей, не информировать, вот и, так сказать, цель. Ну, как вы сказали, замедленного действия. Цель, а люди пьют и пьют и пьют. Поэтому надо решать. Минутка на рекламу и продолжится все. Так, а я сейчас еще... Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наша беседа с Александром Борисовичем Смирновым. Человек, который ратует за хорошую, качественную воду, чтобы ее жители города потребляли замдиректора компании Раводолея. Кстати, небольшую заметку хочу сделать. Вот, да, по Авиатску мы говорили, предложение ваше каким-то образом использовать эту Куменскую воду. О состоянии сетей в Авиатске. Вот мы говорили о том, что в Кирове в целом это большая проблема. То есть, если мы заведем в Авиатске эту чистую воду родниковую, то что с ним произойдет-то на выходе? Ну, по крайней мере, бором не насытится. Бором не насытится. Да, это исключено. Бора в трубах нет? Да, да. Там больше все как-то железо. Или оседает все-таки. Там или органика, или остатки хвалирования. Но сети тоже проблема, да? И для Авиатска тоже. Ну, несколько помооже. Города Кирова, это же спутник. Раньше был на Авиатске, он помооже. Поэтому и трубы там немножко... Строился попозже. Да, в лучшем состоянии. В 19 веке труб там точно не осталось. Но в перспективе там тоже, собственно. Ну, это возникнет. Вот в 12-м году мы запатентовали в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации проект под названием «Система коллективного обеспечения жителей многоквартирного дома питьевой водой». Это самый удобный, на наш взгляд, и сравнительно малозатратный способ обеспечения питьевой водой жителей многоквартирных домов нашей стране. Вот на экономическом форуме «Биакира-2014» у нас, ведь он проходил, представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вот был около нашего стенда, все выслушал, поглядел, значит, дал положительную оценку проекту. Губернатору предложил, давай ему оказывай помощь. Да, да, окажем. Ну и чем закончилось? Ну чем закончилось? Для губернатора мы знаем, чем закончилось. Ну, по крайней мере, к новому мы еще, так сказать, эти указания Дмитрию Анатольевичу не поступали. А старый-то больше не связывался с вами по этому поводу? Был один, значит, звонок с департамента еще ЖКХ до объединения, предложили нам поучаствовать снова в выставке и написать статейку. Вот на этом вся помощь и закончилась. Ну хоть что-то. Изменю немножко систему. А я, кстати, недавно читал материал, в котором, ну, скептически, даже так критически, точка зрения пропагандируется в отношении этой бутилированной воды. Специалисты считают, что она вообще не несет никакой ни пользы, ни вреда. И такая вода не нужна. Нет, ну дистиллированная вода, она тоже ни пользы, ни вреда не принесет, она просто нужна. Где ничего нет. В вашем офисе водовоз возит воду. Мы не интересовались. Мы, честно говоря, не знаем. Водовоз. Единственное, что я вижу, эту бутыль вы пиваете за несколько дней. А надо пить свежую воду. Набрал водичку, выпил за день и снова зачиститься свежей водой. А если не хочется все равно пить? Тогда она полезна будет. Смысл-то в том, что, на самом деле, заранее запасти чистую воду, чтобы она не испортилась. Вот, опять же, судя по докладу, который там звучал, это невозможно. То есть, если она находится и попадает хотя бы свет, то там уже начинается жизнь. А куменский водовод, простите, тогда мы же ее запасать будем? Она же как в каких-то... Как запасать? Она в подземном хранилище. В подземном. Вод перекачиваться и пойдет туда, когда потребление, аварийная ситуация в городе. А, то есть, вот, нажмут на кнопку и все равно насосными пойдет. И она начнет разбавлять нашу эту вятскую воду, чтобы довести ее до кондиции. Правильно понял, да? То есть, я ее разбавлять буду. Или заменять, если более концентрация азота аммонийного будет превышать. Может быть, даже там перекроют на какой-то период, а здесь будут пускать. Ну, у нас вроде ККС научился с азотом-то бороться. Они придумали способ-то этот. Ну, дай бог, чтобы у нас азота аммонийного не было в воде. Это большая вот проблема. Но, тем не менее, вот, эта чистая вода все-таки должна использоваться более рационально, я считаю. Ну, вот, тот способ, который вы говорили, когда уже доочистка происходит после того, как она по трубам прошла, он же тоже не везде применим. Например, в том же Нововязке, ведь вы так проблему не решите. Там же в основном частный сектор и люди небогатые. Я сказал, что это очень затратный механизм, и населению это просто не поднять. У нас есть клиенты в Нововязке, которые живут в коттеджах. Но это уже более состоятельные. Да, мы делаем, можно эту проблему решить, но это стоит определенных денег. Ну, опять вот насчет коттеджей. Смотрите, вот человек, когда покупает за городом коттедж, он же уверен, что у него там... В том числе и хорошая вода у него будет идеальная. Хорошая вода, я же за городом, да, у меня же чистая вода. Это так или нет? А если он еще и у него коттедж не основное место жительства, а квартира, он же туда будет за водичкой ездить. Да, он туда ездит, за водичкой домой привозит. Что у нас вообще вокруг-то города, где вот все эти элитные коттеджи? Вокруг города. Хорошо ли там? Минута у нас остается. Мы обслуживаем практически весь пригород, начиная от Айвент, Порошина, Свобода, Талица, Суботиха, Ганина, Дороничи и так далее, от вокруг города. Основные, значит, там наши беды – это высокая жесткость. Много солей, да? Много солей. А основное количество солей до 70% – кальций и магний. При нагревании до 60 градусов он выпадает в осадок. Вот беды у нас начинаются. Некоторые просто… Есть определенные люди, которые заботятся о своем здоровье, читают много интернет, проверяют свою воду. А так в основном пробую скважину. Основное какое требование? Чистая вода, прозрачная и вкусная. Не пахнет самаром. И не пахнет вроде и все. А у нас вот, допустим, взять Суботиху, там ведь просто… Или железо, он просто нальет стакан воды, она коричневая становится через полчаса. То есть в осадок растворенное железо выпадает. Или стоит страшная вонь сероводородом. Вот тогда уже эту воду не пьют. А некоторые садоводы, даже рыжей водой, они моются, пьют они привозную воду. А ну разве можно с солями железа, значит, мыться? Это для кожи непоправимый урон. А кто эргическими заболеваниями страдает? Это ж ужас. Так вот, у нас состоятельные люди, владельцы загородных коттеджев, иногда бьют тревогу только тогда, когда на стенках его голубого бассейна идет отложение, значит, извести. Вот. Или когда забиваются теплообменники. А то, что у него на стенках желудка образуется, он этого не видит. Ну вот детям мне, конечно, Агушу покупает детскую воду, а про себя родных они просто не думают. Вот самая большая задача, надо повышать информированность населения о проблемах пользования какими водой. И доводить до их сведения, знания вкладывать, что те или иные элементы, которые содержатся в воде, как оказывают влияние на их организм. Будет грамотное население, будет требовательность. Вот пример на Авиатске никто не знает и годами не требует. Александр Боякович, да, к сожалению, истекает время. Вот мы шаг-то, в принципе, сегодня сделали такой. Ну да, по информированности. Вот такая пища для размышлений вам, уважаемые слушатели. Мы на этом завершаем первую половину мужского понедельника. Хотя тема, конечно, интересная. Мы еще будем к ней возвращаться. Через 20 минут. Продолжение следует...